МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет информационную программу. Время говорить о сегодняшних темах. Нет полигона, областной суд не стал отменять решение об аннулировании лицензии у фирмы Вест. Дела сердечные. Сегодня рязанский губернатор инспектировал кардиодиспансер, в ремонт которого были вложены огромные средства. Народный вопрос в программе комментарий по поводу оплаты за пользование домофоном. А теперь обо всем подробнее. Рязанский областной суд отказал фирме Вест в восстановлении лицензии на размещение опасных отходов на полигоне в Турлатово. Напомним, Вест до поры до времени гостеприимно распахивал ворота перед грузами из различных российских регионов. Отходы везли к нам охотно. Действительно, не свою же землю загаживать. А коли рязанцы на это готовы, то уж это их дело. Понятно, что никому из местных жителей, да и властей такая ситуация не нравилась. Наконец прокуратура выявила в деятельности фирмы нарушение действующего законодательства и лицензионных требований. Нашлись и другие грехи. Дело закончилось аннулированием лицензии по суду. Предприниматель оспорил решение Октябрьского суда, однако безуспешно. С подробностями Глеб Галушкин. В середине июля Октябрьский районный суд после жалобы прокурора аннулировал лицензию ООО «Вест» на деятельность по складированию опасных отходов на территории бывших очистных сооружений завода «Химволокно». Напомним, что эта фирма пару лет назад на полигонах бывшего «Химволокна» организовала свалку токсичных отходов. Впрочем, почти сразу у жителей Турлатова и рязанских экологов стали возникать подозрения о том, что на полигоне складируются отходы четвертого класса опасности, а делать это в городской черте запрещено федеральным законом. Сейчас руководство компании обратилось с апелляционной жалобой в Рязанский областной суд с просьбой отменить решение Октябрьского суда. Представитель «Веста» заявил, что нежестоящим судом не были соблюдены все нормы процессуального права, а также не учтен ряд документов. После премии судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда решила отклонить апелляционную жалобу ООО «Вест» и оставить решение Октябрьского суда без изменений. Рязанский губернатор Олег Ковалев сегодня занимался делами сердечными. Особой лирики в этом нет, потому что начальник области эспектировал кардиодиспансер, который, образно говоря, вышел из дорогостоящего ремонта. В начале своего визита в кардиодиспансер губернатор Олег Ковалев посетил поликлиническое отделение. Пациенты сразу же спросили главу региона о том, будет ли сохранена эта поликлиника. На ваш вопрос отвечу прямо, что поликлиника была, есть и будет. Прекратно. Далее Олег Ковалев вместе с главврачом кардиодиспансера Дмитрием Ракитой осмотрел отремонтированные кабинеты. Также он пообщался с медработниками. В целом глава региона остался доволен проведенным ремонтом кардиодиспансера. То, что было и то, что есть сейчас, это большой прогресс. Я думаю, что это оценят и пациенты, и те медики, которые работают в кардиодиспансере. Это порядка 800 человек работающих, 400 мест сам диспансер. Это поликлиника, которая обслуживает 27 тысяч жителей. Я думаю, что сегодня уровень гораздо выше, чем был до сих пор. Хотя какие-то мелкие замечания можно предъявить. И, конечно, можно, нет предела совершенствования, можно доснащать более современной аппаратурой. И это надо будет делать, и это мы будем делать. Губернатор сообщил, что по-прежнему смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России значительно выше, чем в зарубежных странах. Потому и борьба за сердечное здоровье горожан будет и дальше находиться в приоритете у правительства. Еще комментарии по народным просьбам. Люди, обращаясь в редакцию, спрашивают, так все-таки надо или нет платить за домофон? Вопрос о законности взимания платы звучит по всем российским городам и ветям. И впрямь, если жильцам, скажем, ставят пластиковые окна, то они в дальнейшем не должны ведь платить за их успешное открывание и закрывание. А поломка или неисправность должна устраняться по закону о гарантийном сроке обслуживания, изучала вопрос Оксана Тебенихина. Коммунальный рай позволяет нам пользоваться многими благами цивилизации. Только плати вовремя. Домофон сегодня является самым популярным и бюджетным способом защитить свои подъезды. В первую очередь от посиделок, дворовых выпивок. Только вот то, что за такую посредственную безопасность мы платим дважды, мало кто знает. Много звонков поступает в ассоциацию потребителей законно или незаконно в ТСЖ или в жилищных кооперативах или в муниципальных домах берут деньги за содержание домофона. Отвечаю, незаконно. В данном случае эта услуга входит в содержание жилья. Как таковой услуги содержания домофона не существует. Единственное, если на общем собрании жильцов ТСЖ у вас приняты какие-то дополнительные расходы для того, чтобы стимулировать деятельность организации, которые ремонтируют данные домофоны. Но опять-таки надо смотреть смету, которую вам обязаны предоставить. Кроме всего прочего, в очередной раз повторяю, что вы должны требовать заключения в письменном виде договоров на оказание коммунальных услуг и услуг по содержанию многоквартирных домов. К данным договорам требуйте составление сметы. Составление сметы по вашему требованию обязательны в соответствии с пунктом первым в статье 33 Закона о защите прав потребителей. Смета – это не тот листок, который вам просто дает распечатку из-под компьютера без печати из подписи. Смета должна иметь подпись руководителя организации, которая оказывает вам услуги, а также печать данной организации. В смете указывается объема и стоимость услуг. Так вот, если вам часть услуг оказывает, а часть нет, в соответствии с этой сметой вы можете снизить размер тех платежей, которые регулярно вы вносите к какой-то организации. В случае, если вы все-таки решили вернуть средства, переплаченные за воздух, то можете обратиться в суд. Но стоит ли тратить нервы и время ради полутора тысяч рублей? Вопрос. Рязанские полицейские продолжают рейдовать по незаконному алкоголю. В минувшие выходные правоохранители проверили на предмет контрафакта распивочные, в том числе и те, в которых по новому законодательству вроде бы и быть-то не должно. Однако не все сразу. В России, матушки, закон должен раскачаться, расшевелиться, сбоку на бок поворочиться. Репортажи на эту тему у нас выходили, и рюмчные мы снимали, и материалы полиции об изъятии нелегального алкоголя из гаражей на городских окраинах давали. Теперь вот, пафосно выражаясь, замкнулась цепь времен и мест. А коротко говоря, полиция выявила паленый алкоголь в недозакрытых распивочных. Рязанские полицейские чуть ли не еженедельно сообщают общественности об изъятии крупной партии контрафактного алкоголя с подпольных складов, располагающихся в отдаленных районах города. По версии правоохранителей, такие большие объемы спиртного владельцы пытаются продавать в мелкие торговые точки. Например, в расплодившиеся в жилых домах многочисленные так называемые кафешки, бары и кофейни. Жильцы этих домов подобные заведения иначе как распивочные не называют. Да и контингент посетителей весьма неприятный. Люди говорят, что фактически территория перед такими закусочными стали местами сборища антиобщественных элементов. Однако с принятием Рязанской областной думы антирюмочного закона в подобных распивочных запрещено продавать алкоголь. На прошлых выходных, например, полицейские изъяли почти 600 литров спиртного, отпускавшегося всем желающим без необходимых документов. Причем оперативники обнаружили нелегальный алкоголь по уже известным нашим телезрителям адресам. Например, в нынешний полицейский рейд попало и кафе в пристройке многоэтажного дома на улице Березова 5. Эту точку мы уже снимали по просьбе уставших от пьяниц местных жителей. Всего же в том рейде нарушения обнаружили более чем в десяти торговых точках. Причем в нескольких заведениях полицейские изымают поддельный алкоголь уже не в первый раз. Сегодня прошла пресс-конференция по судьбе здания, где располагается государственное учреждение культуры «Кинофонд» под ведомственное областному Минкульту. Находится оно на 14-й линии, далеко от жилых домов, но все коммуникации наличествуют. Именно туда региональные власти намерены переселить отделы миграционной службы, которые принимают иноземцев. Толпы мигрантов в центре города давным-давно надоели горожанам. Да и смотреть на это столпотворение народов неприятно, а проходить по тротуару даже затруднительно. Того и гляди, шибут ненароком под колеса троллейбуса темпераментные азиаты. Здание Рязанского кинофонда, как стало известно из официальных источников, переходит к управлению Федеральной миграционной службы. Это, несомненно, радует, ведь исторический центр города предназначен совершенно не для того, чтобы ежедневно лицезреть, ну, сами знаете кого. Что же станет самим достоянием отечественного кинематографа? На этот вопрос нам ответили в областном министерстве культуры и туризма. Стало приходить в негодность кинооборудование, появилась цифра, появились безленточные цифровые аппараты, и в связи с этим начался кризис вообще, в принципе, пленочного оборудования. Точки кинопоказа стали уменьшаться, и в настоящий момент у нас по муниципалитетам уменьшение достигло уже девяти муниципалитетов. Кинофонд перешел в ведомство областного научно-методического центра. Пленки будут переведены в цифровой формат. Кстати, форматирование 20 фильмов в среднем стоит полмиллиона рублей. А те пленочные раритеты, которые под влиянием времени, потеряли свои качества, в скором времени будут утилизированы. Между тем, хочется отметить, что до 1 ноября с территории кинофонда также будет вывезено все оборудование. На сегодня все. Завтра мы подведем итоги недели в информационно-аналитической версии программы «Время говорить». Хорошего всем вечера и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok